В детстве, глядя на молнии, я часто задавалась вопросом, а можно ли поймать их в какую-нибудь изолированную банку и потом питать ей электроприборы? И не замечала, что нечто похожее всегда уже было под рукой. Батарейка. Она тоже каким-то образом питала технику и даже, будучи такой маленькой, делала это часами. Что же такое батарейка? Контейнер для электричества или мини-электростанция, которая его производит? Как она работает? Почему самые плохие из них вздуваются или протекают? И зачем когда-то давно приходилось кусать батарейки? Чтобы понять суть батарейки, лучше всего вернуться к ее истокам в далекий 1786 год. В то время профессор медицины университета в Италии Луиджи Гальвани проводил эксперимент над препарированной лягушкой. Ее лапки были закреплены на медных крючках, и когда он коснулся их стальным стержнем, мышцы сократились. Профессор назвал эффект животным электричеством. Позже еще один светила науки Александра Вольта выяснил, что Гальвани, сам того не зная, собрал цепь из разных проводников. Когда он касался стальным стержнем медного крючка, возникал электрический ток. На основе этого Александра собрал Вольта в столб, где находились диски из цинка и меди, соединенные проволокой, а также ткань, пропитанная кислотой. Цинковые пластины растворялись, медные выделяли пузырьки газа, а по проволоке протекал электрический ток. Так был создан прообраз современной батарейки, которая работала на взаимодействии двух металлов в электролите. И вот первый вывод, который можно сделать, зная историю происхождения. Батарейка – это маленькая электростанция, которая производит электричество. Как она это делает? Спустя больше чем две сотни лет базовый принцип остался прежним – изменились только материалы. Причем десятки производителей расплодили массу разнообразных сочетаний в поисках самого-самого. Одними из лучших батареек по сочетанию цены и емкости стали щелочные. Еще их называют алкалиновые, из-за надписи на корпусе. С английского она так и переводится – щелочная. Вот как они устроены. Их корпус поделен на несколько частей. Катод – положительно заряженную часть, анод – отрицательно заряженную и разделитель, чтобы первые две не контактировали между собой. В самой сердцевине находится только приемник – гвоздь из латунной проволоки, который накапливают электроны. Как только мы жмем кнопку «включить», создается цепь, и электроны через гвоздь устремляются в положительную часть батарейки. На своем пути они проходят через электроприбор и заставляют его работать. Спустя время в катоде образовываются побочные элементы, которые больше не дают электронам перемещаться и батарейка садится. Самые простые батарейки, которые стоят копейки, внутри выглядят примерно так же, но работают на других материалах. Называются солевые и выпускаются в тех же форматах – 3А, 2А, С и Д. Кстати, отличаются они только размерами и, следовательно, емкостью. На самом деле с солевых батареек все и начиналось, но по мере того, как росло энергопотребление устройств, их стало не хватать. Больших токов разряда они не любят, так что сейчас их место в основном в пультах и часах, хотя и тут щелочные батарейки могут дать фору. В зависимости от режима работы их емкость может быть в 1,5-10 раз больше, чем у таких же солевых 2А, плюс у них меньше саморазряд. Например, эти Panasonic без потребления могут продержаться до 10 лет. Вставил такие в фонарь, которым пользуешься иногда и забыл, что там менять что-то нужно. Тогда как дешевые солевые длительное хранение переносят хуже, электролит может потечь уже через полгода. Иногда этому способствует брак при производстве или несоблюдение очень узкого температурного режима. Начинаются неправильные химические реакции, выделение газа и вздутие батарейки. Хорошие алкалиновые источники таких недостатков лишены, да и корпус у них прочнее. Кстати о корпусе. В моем детстве был один способ продлевать жизнь дешевым солевым батарейкам – мы их кусали. Да, вот прямо брали и грызли мягкий корпус солевых 2А. Сейчас это звучит смешно, но способ действительно работал. Какие-то дополнительные минуты в кассетнике получали. Как я уже говорила, батарейка садится, когда в катоде накапливаются побочные элементы. Они оседают слоем на внутренней части оболочки. Так вот, когда грызли довольно податливый корпус, этот слой чуть-чуть разрушался и батарейка временно оживала. Сейчас повторять такое ни в коем случае не советую. Особой пользы вы не получите, а вот химии поесть можете или технику испортите. Лучше вместо этого взять нормальную алкалиновую батарейку с хорошей емкостью. Во второй части видео расскажу про аккумуляторы и связанные с ними мифы. Например, как правильно их заряжать и что будет, если делать это дольше, чем нужно. Если узнали для себя что-то новое и полезное, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть и другие интересные видео. Например, ролик об устройстве экрана смартфона и какой гаджет выбрать на Android или iOS. Пока!